Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! Рассказываю вам, вот так выглядит инкубатор, без ванночек уже, но после инкубации, видите, да, какая красота! Я всегда стелю газетку, я вам об этом расскажу как раз. Я расскажу вам по мелочам, так скажем, что я делаю при инкубации, может быть вам это будет полезно. Я не расскажу сразу вам, говорю, режимы инкубации, потому что мы все еще ищем идеальный вариант. Есть разные надумки, но основное хочу сказать, что, пожалуйста, если у вас блицы, проверяйте их дополнительными градусниками, какими хотите. Ртутными, электронными, у нас их миллион вариантов. Так, вот так выглядит инкубатор без уже газеты убранной. Но, тем не менее, вы видите, все равно пыль, грязь и вся эта вот приятная штука, она присутствует. Так, значит, я покажу вам, как я их чищу. Даже на стенах оседает все это в большом количестве. Птичка эта наша любимая. И, в общем, как это все подготовить правильно к инкубации, на наш взгляд, идеальным образом. Маленькие мелочи я расскажу о самом инкубационном яйце, мои раздумья по этому поводу и что еще. Смотрите, будет интересно. Сейчас я покажу вам птичку, которая является результатом инкубации, о которой я вам как раз и буду рассказывать. Вот она такая уже. Как вы видите, птица уже достаточно крупная. И хочу сказать, что наша работа над инкубацией не остается, в общем-то, для нас неплодотворной. То есть мы четко понимаем уже, что делали так, не так. Инкубируем в блицах. И, в общем-то, хороший очень вывод вышел. Больше 80% общей сложности. Это без учета плода. От 100% яйца порядка 80% больше вывод цыплят. Но мы потеряли большую партию, больше 40 штук. Я подсчитаю вам точно, как получился процент по этой инкубации. А если вам интересно, почему мы потеряли столько птенцов, столько цыпляток очень хороших, то пишите в комментариях. Я сделаю для вас еще одно видео, чтобы вы, возможно, не сделали ту же ошибку, что сделали мы. Мы сами, конечно же, 100% виноваты в этом. А пока поговорим об инкубации. Сначала пылесосим. Все скорлупки, все дела. И надо вот это будет кисточкой сейчас почистить и пропылесосить. Аккуратнее с этими датчиками со всеми здесь. Нельзя вот как угодно тут ими крутить. Они и так на ладан дышат. Так, швы. Видите, когда вытащила газету, все уже более-менее приличнее выглядит. Так, панельку. Мухи очень любят эту лампочку тут загадить, так что ее вообще не видно. Зараза такие. Так, вот так. Сейчас будем мыть. Как только инкубация заканчивается, все, все ванночки я тут же моментально сливаю и их мою. Даже если у меня нет совсем времени чистить все полностью инкубаторы. Воду эту нужно срочно убирать. Она тухляк еще тут нереальный. Даже если вы добавляете туда перекись. Все равно ее нужно максимально быстро убрать, иначе потом, не дай бог, прольется еще что-то, замучаетесь с этой вонью. Вообще, короче, это неприятная, пренеприятнейшая вещь, если вдруг по какой-то причине эту воду не убираешь моментально. Вот. Вот таким образом я это дело выметаю. Сейчас возьму пылесос. И все, что стронула, ну, двумя руками уже будет поудобнее, тоже уберу. А губка уже в септодезе наготове. Сейчас я его быстренько весь намылю. А еще есть у нас вот такая штука. Она не только для этих целей. Опс. А что это? Свет закончился, да? Как вовремя электричество кончилось. Как раз, и слава богу, еще инкубатор не поставили. Ну, короче, у меня вот такая вот штука есть. Брызгалка. Видите, на ней тут еще немножко видно написано перекись. Ой, да ладно, нет смысла, да, наверное, снимать таким образом. Быстренько вам покажу. Свет закончился. Конец света у нас опять. А, бляха, брудер-то у нас как? Ну, ладно, сейчас будем решать проблему. Так, вот такая бутылка с перекисью, видите? Там перекись разбавленная водой. Примерно один к одному. Вот. Но это не только для этого инкубатора. Для очень многих вещей делаем мы вот так. Так, те части, которые мы не можем достать, я сбрызгиваю перекисью и оставляю, в общем-то. Вот так. Все. А теперь губкой буду домывать. Хорошо еще, что инкубаторы не поставили. А то вот при отключении электричества они, конечно, даже от аккумулятора не наберут энергии достаточно. Не прогреют яйцо нормально. Вот инкубаторы готовы. Все стоят включенными и пустыми. То есть они прогреваются, просушиваются. Вот такая вот вентилируемая тут сейчас система. В ванночках воды нет. Воду я наливаю после того, как заложу все яйца и включу поворот уже, наливаю воду. Потому что инкубатор буду сдвигать, еще что-то такое. Все эти ванночки пролью. Вот на крышках с той стороны еще влага. Периодически можно даже вот так на самом деле сделать, чтобы они подсыхали. Вот так вот. Немножечко поторабанят в холостую, что называется. Ну и авоскопируем яйца на предмет трещин. Вот яички наши, яйца. Часть мы продали от коробки, но небольшую, немножко. И вот все остальные остаются наши. Сейчас будем их проверять на трещины. Посмотрим, что останется. Яйца ровное, гладкое, калиброванное. Практически все одинаковое. И чуть отличается цвет скорлупы одного от другого. То есть есть такой вот, видите, потемнее. И есть посветлее яйца. Вот эти, кстати, два что-то маленьких. По сравнению с этими. Вот чуть-чуть, видите, различия есть все-таки. Но незначительные. Нет вот прям раздрая полного. Я приготовилась, колотые совсем. Чуть-чуть подтреснутые будут у меня одна ячейка. И нормальные буду кладывать в обычную. На отставку я укладываю вот таким образом. То есть не в шахматном порядке. А вот дальнюю часть поднимаю. И с наклоном укладываю три яйца в ряд. Тут нужно будет немножечко постараться уложить. Потому что яйца тоже разные. Бывает широкое, бывает поуже. И стараемся уложить так, чтобы они не очень сильно вот так шевелились по отношению к собственному ряду. И у меня, видите, все-таки яйца крупные. И последний ряд не уместился. Три. Вот, значит, я укладываю вот так два. Яйца все равно шевелятся. Это можно избежать. Таким образом вы можете его чуть-чуть развернуть. Как и соседнее. Разворачивая яйцо, вы можете регулировать его вот такого плана. Небольшой крем. Можете регулировать без всяких заглушек, утеплителей и всего остального. То есть вы просто разворачиваетесь. Вот таким образом, понимаете, да? То есть в разворот яйцо, оно слегка становится в распорку. И это получается удобнее. Потрогали. Мне больше нет, не ходит ходуном. Все, можно устанавливать. Вот стандартный лоток от инкубатора. Я понимаю, что при таком размере яйца, он как будет вставать, я примерно представляю себе. Получается, что мне нужно будет с одной из сторон где-то сантиметра-полтора делать вставку из утеплителя, зажимать яйца. Это расстояние большое, поворотом с ним не справится. Поэтому я изначально сразу, прежде чем укладываю, уложу с этой стороны утеплителя, ну вот один кусочек. А с этой уже как получится буду укладывать. Но это даст мне возможность чуть-чуть изменить, как сказать вам, наполнение лотка. То есть у меня не будут все яйца с одной стороны, а с другой стороны будет пустота с утеплителя. Понимаете? То есть у меня с двух сторон будет утеплитель. И поэтому центр тяжести посередине, он будет более-менее равномерно распределен. Скопируем яйцо. Мне неудобно будет показать. Или давайте как-нибудь, не знаю, что ли, вот так. Вот таким образом просвечиваем на наличие трещин внимательно, но по-быстренькому. Вот смотрите, воздушная камера снизу, а печать с другой стороны. Видите, мы с вами засекли этот момент. Так что яичко сделаем вот так, воздушную камеру и кверху. Вот так я положила уже этот уплотнитель, этих яиц в этом лотке, который будет. И начинаю укладывать в шахматном порядке. То есть первый ряд просто, следующий в... Ну, покажу вам. В шахматном порядке, короче. Вот таким образом это будет выглядеть. Немножечко подбирайте яйца, старайтесь, если какое-то яичко, допустим, у вас провисает совсем. А второе, наоборот, не умещается. Можно поменять местами их постараться. Вот при такой укладке получается, что у вас вот в этом смысле сокращается расстояние. Понимаете, слегка. То есть мы не укладываем их так же, как я вот укладывала в отставке, в три в параллельно там. Или вот так ряды, чтобы шли. Потому что иначе у вас уменьшится, уместится меньше яиц. В общем-то. Но тут еще зависит все от размера яйца, от его диаметра. Если у вас яички небольшие, мелкие, можно посчитать в ряд. И если они вплотную прям умещаются в ряд вот так, ну, там с чуть-чуть зазором, тогда можно гнать и поперек ряды. Я кобовские яйца гоню всегда вдоль. Так они умещаются более-менее нормально. 66 яиц в обычный лоток и 32-33 на отставку. В зависимости тоже снова от объема яйца, от его диаметра. Смотрите, как получилось. И видите, какая ситуация. К последний ряд яичко не помещается. Оно широковато. То есть оно не доходит до низа. Ну, поверьте на слово. В таких ситуациях делаем только одно. То есть на последний ряд или для последнего ряда несколько яиц оставляем более тонкие, более небольшие. Сравните вот это яйцо и, допустим, вот это. Видите разницу? То есть вот таких яиц оставляем побольше, вы сможете точно, абсолютно уложить ряд свободно. Здесь, видите, вот вплотничком практически получилось. С ноги яйца не заталкиваем, они у нас с вами не резиновые. Так, ну еще одно поменьше какое-то выберем. Ну, у меня есть вот сейчас выбор, поэтому я не оставляла. Но по большому счету я всегда оставляю. Вот. Вот, чтобы влезло. И какое тут еще поменьше будет? Ну, вот это оно не поменьше, но оно потоньше. Длинненькое, но потоньше. Нет, вот видите, не улезает. Сюда надо искать маленькое яичко. Я, скорее всего, поменяю вот с этим. Это сюда, потому что там оно в упор. А это сюда. Все, отлично. То есть, калибровка такая вот яйца, она может вам позволить немножечко поиграть с этим моментом, так, чтобы у вас все получилось идеально. И вы видите, я даже прокладочку эту прослойку, не знаю, смогу ли поставить сюда или не буду даже. Может быть, слегка их разверну и все. У меня получается только вот этот вот полсантиметра здесь уплотнитель. Сложилась бы ситуация по-другому, значит, сверху бы тоже было полсантиметра уплотнителя. Все. Вот такой лоточек готовый. Если вас сильно беспокоит то, что некоторые яички, видите, шевелятся, просто его чуть подразверните. Вот, все. И оно перестает шевелиться. И так вот все, прошлась ручкой. О, тут какое-то еще шевелится. Разворачиваем его слегка, прям совсем чуть-чуть, и все. И оно перестает шевелиться, перестает в распорку встает. Все. Можно ставить. Эту надставку мне пришлось укладывать яйца в шахматном порядке, потому что они не вставали три в один ряд. Слегка, видите, сдвинуты ряды. И чуть-чуть, вот совсем очень легкий зазор только в некоторых местах. Вот такая вот ситуация. Три яйца. В общем-то, у меня получилось с трещинами с коробки. Это очень хорошо. Из яиц с небольшими повреждениями после заклейки скотчем или даже без такового цыплята вылупляются. То есть, если у вас там мало яиц, вы достали где-то там очень с большим трудом, там 20 штук, и там два кокнутых. Сейчас покажу, в каком формате кокнутых. Не надо, не стоит совсем прям отчаиваться. Можно попробовать их заклеить и положить в инкубацию так же, как обычные яйца. Но посматривайте на них при проветривании, потому что если они начнут вдруг превращаться в тумак, вы должны это заметить. Это будет видно. На той же самой склейке скотча начнёт появляться развод. Это видно будет. Видите, да? Она вот здесь слегка просвечивает. Вот без этого бы просвечивание, если просто повреждение выглядит, как вот такая вот вещь. И обычно не клякца, а ссадина, то можно было бы попробовать его заложить. На нём, если сверху, снаружи есть паутина, раскола, то всё, это уже всё. А если нет, то есть шанс. Вот такая трещина, в принципе, может вылупиться цыплёночек и достаточно неплохой. На ней нет на этой трещине просвета насквозь. Третий час ночи, а мы тут видео снимаем. Так, яйцо. Смотрим внимательно. Видите, паутина есть, раскола. Всё, вопрос снят. Однозначно ничего хорошего из такого не выйдет яйца. Видите, лёгкие ссадины есть, но не сильно. Вот это яичко я бы, может быть, и попробовала бы ещё инкубировать. Будь у меня нехватка яиц, точно попробовала. Так, и это яйцо я бы тоже попробовала инкубировать. В принципе, ничего не рискуете. Я понимаю, что это нарост, и понимаю, что это не идеальное инкубационное яйцо. Но бог бы с ним, что называется. Тоже можно заложить было бы. Какая-то трещина сквозная, её сразу при воскопировании видно. Она светящейся ниткой такой появляется. Ну всё, дальше продолжаем. Всё, три инкубатора заложено. Датчик поставлен дополнительный. Инкубаторы заранее прогреты были. Часа три они калашматили просто так, пустыми. Вот сейчас сразу у них почему-то вот такая вот дна температура. Хотя в гараже сейчас градусов, наверное, 18. В общем, инкубаторы мы прогреваем заранее. Устанавливаем, кстати, температура 37,8. Вот. Мы ставили 38 изначально, раньше, чтобы прогреть все яйца равномерно и побыстрее. Сейчас от этого отходим. Есть ощущение, что это не очень правильно, потому что не зажариваем ли мы яйца с самого начала, особенно прогревая инкубаторы до закладки яиц. Будем пробовать так. Мы всегда всё пробуем, и у нас нет пока никаких чётких графиков и чётких режимов инкубации. Мы стараемся улучшить показатели свои от инкубации к инкубации, то есть каждый раз. Здравствуйте. Вот уже яичек осталось совсем мало. Ой, 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 ой. Вот. Расскажу вам про эту инкубацию. Отсюда уже всех забрала. Значит, у нас два брудера. Оба брудера включены давным-давно. И в маленький первый брудер я сажаю цыпляточек, которые только вылупились. Здесь мокренькие ещё. Вот такая у меня пенопластовая коробка. И вот они, малышки, тут все сидят. Ещё такие чуть-чуть обсохшие. Помните, Саша здесь вскрыл полы, так что я буду скакать сейчас здесь, как сайгак, потому что здесь у нас наседка, которая вот она сидит. Видите, умница моя уже к концу. Срок у неё подходит. Высиживает. Она у меня, это мини-мясная, высиживает у меня на этих кучинок, барандучков. А маленьких моих хомячков сладких я сажаю вот сюда. Вот они, смотрите, мои пышенькие. Спят мои сладкие кубриком пушистым. Всё, они вот те, которые... Ну ладно, вам кричать-то так. Те, которые уже сейчас полностью обуркались, поедут в большой брудер. Там их уже не затопчет, и ничего с ними плохого не случится. А те, которые свеженькие, маленькие малышарики, которых я принесла в коробку, ах, караул, они будут как раз в этом брудере куковать. В маленьком. Вот. Поэтому всё. Начинается естественный обмен. Есть тепловая лампа, все дела. Тут можно вот так сделать, чтобы вы чётко их видели. Вот здесь супер-мупер-обсосшие пушистики. А вот здесь пушистики только налупившиеся. Те, кто предыдущие видео не смотрел, вот это у них какахо бывает, даже если они ещё не ели и не пили ничего. Вот такие вот выделения бывают. Не пугайтесь. Это не значит, что у вас зелёный стул, и все сдохнут. Это всё нормально. Ночь на дворе. Пёс в Кануре. Птичка поёт кукаре. Короче, всё, пошли закладывать малышей. Вот мы принесли с вами коробку. Вот тут целое поле. И сейчас всех сюда высадим. Вот эта кучка новопринесённая. Вот они все сидят. Ну всё, смотрите, нет никакой разницы со всеми остальными. Тут уже никто никого не обидит. На этом на сегодня всё. Всего доброго. Желаем вам удачных инкубаций, хороших цыпляток. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!